Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о борьбе с онкозаболеваниями. И гость нашей студии Шолпан Нургалиева, заведующая клиникодиагностическим отделением Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте! Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49 или прислать вопросы на номер WhatsApp 737-235-1034. Итак, еще раз, добро пожаловать к нам в студию. И хотелось бы начать с того, что мы все прекрасно понимаем, насколько важна в современном мире вообще вот эта проблема онкозаболевания. Она, пожалуй, одна из самых острых и тех, где человечество уже давно бьется над решением этой проблемы. И поскольку в нашем регионе имеется такое уникальное медицинское учреждение, как наш многопрофильный центр онкологии и хирургии, всегда интересно, какие исследования, какие новшества происходят в работе наших врачей, может быть, какие-то достижения имеются. И хотелось бы начать с того, какие вообще исследования новейшие в этой сфере сегодня известны врачам нашей Восточно-Казахстанской области. Здравствуйте еще раз, спасибо за приглашение. Да, вопрос онкологии сейчас стоит остро, так как при любой человек, когда слышит слово онкология, у него появляется страх, то есть некое, он не знает, куда идти. И наш центр готов оказать всю специализированную помощь, которая известна всему миру, то есть мы идем в шаге с прогрессией, так можно сказать. В нашем многопрофильном центре онкологии и хирургии с уверенностью я могу сказать, что проводятся все специализированные методы лечения, современные, для любых локализаций, для пациентов с онкозаболеваниями. Если остановиться более подробно, то есть я бы хотела сейчас донести до населения, какие условия и методы лечения мы можем предложить. То есть это высокотехнологические хирургические операции, новейшие малоинвазивные методы лечения, радиочастотные абляции, то есть лучевая терапия, очень развитая у нас химиотерапия, иммунная терапия, таргентная терапия, то есть это является именно современными методами лечения, которые пациенты даже если обращаются за консультацией, то есть зарубежные клиники, они им предлагают эти же методы лечения. И мы можем похвастаться, что мы умеем и можем лечить пациентов с разными локализациями, с разными стадиями, то есть учитывая возраст, то есть сопутствующие заболевания, мы можем предложить колоссальную помощь для наших пациентов. А вот эти виды терапии, можно о них немного подробнее? Более подробно, если любая онкология, она, то есть выявляемость, то есть если в зависимости от стадии заболевания, мы можем предложить пациенту те или иные методы лечения. Это у нас как структура, пациент приходит, мы у него диагностируем рак, потом после этого проводим все методы диагностики, чтобы правильно сформулировать диагноз, потом после этого каждый пациент индивидуально у нас, то есть он обсуждается на мультидисциплинарной комиссии, где в составе врачей, то есть заведующей отделении, в составе профильного специалиста, заместителя главного врача, то есть председателя комиссии, мы подбираем индивидуальный план лечения, как я вам говорила. Если это подлежит хирургическому лечению на первом этапе, то можем им предложить хирургический метод лечения. То есть у нас есть вся служба, то есть и таракальная онкология делается, малоинвазивные ватсоредекции, биопсии легкого. У нас проводятся все виды лапароскопических операций, то есть это не так, как хирургия была 10 лет раньше, а сейчас, то есть на новейших стойках при малом разрезе мы можем удалить и опухоль, сделать и редекцию, сделать и анастомоз, то есть это уже, то есть мы идем в шаги с наукой. Потом после этого мы можем предложить, то есть специализированную онкопомощь, то есть это лучевая терапия. Лучевая терапия у нас, благодаря комплексному плану, и у нас очень развита, то есть у нас имеется линейный ускоритель, на котором мы проводим весь спектр лучевых терапий на все органы, на все локализации. Потом у нас есть стереотоксическая, то есть лучевая терапия, это значит, бывают патологии, при которых операция не показана, то есть когда операция невозможна. Это опухоли головных мозгов, метастатическая, к сожалению. Это опухоли печени, это опухоли легких, также костные метастазы. При таких опухолях мы можем предложить вот именно стереотоксическое лечение. Это как именно лучи, направленные на опухоль, они ее как бы вырезают, и вместо ложа, то есть полностью опухоль у нас исчезает. Вот такие методы лечения у нас используются. Еще хотела бы добавить, что в 2023 году, в конце года, то есть на нашей базе с Минска приехали специалисты, вместе с нашими специалистами проводили лечение, показали всю базу, как надо обучать, как надо облучать, как надо подготовку делать. И у нас есть уже пациенты, которым мы можем похвастаться, что мы им помогли, то есть и в плане у нас развития лучевой терапии тоже есть. Ну а вообще проводится ли какой-то анализ, насколько тот или иной метод успешен, эффективен? Да, на нашей базе, то есть любые заболевания, которые, то есть вот про любые заболевания, когда мы говорим, то есть статистика у нас идет вместе с нашей наукой, чтобы мы могли оглянуться назад, сделать передышку и посмотреть. Да, этот метод лечения, у него есть такие плюсы, этот метод лечения, он нам не подходит, надо его скорректировать для этой цели. То есть статодел у нас работает, у нас проводятся анализы, у нас проводится обучение, у нас проводятся расширенные заседания для этой цели. Ну а говоря о новых технологиях, которых, может быть, даже нет аналогов в Казахстане, мы знаем, что в многопрофильном центре онкологии и хирургии буквально большое количество новшеств, и вот хотелось бы о них узнать. Да, конечно, еще раз я хочу похвастаться, что у нас современные методы диагностики очень развиты, то есть у нас МРТ, КТ-аппараты, они, то есть срезы самые большие, даже мы можем похвастаться, что у нас такие, если сказать, супераппараты, которые вот на начальных стадиях заболевания, когда идет только изменение в тканях, наши специалисты могут доказать, то есть точечно профильным специалистам показать, указать путь, что надо диагностировать. Также у нас проводится именно вот как метод лечения, а также как диагностика, вот МРТ-абляция именно вот при миомах матки, то есть у женщин среднего возраста, даже у молодых женщин сейчас на данный момент эта проблема стоит остро, так как миоматозный узел, он является доброкачественным, во многих случаях, то есть пациенты идут на оперативное лечение, мы можем в наших условиях предложить безоперационный метод лечения, это именно на фуз, вот именно на амагнитном аппарате, то есть на магнитной резонансном томографе при помощи лучей, то есть лечится вот такие... Да, этого нету, я могу сказать с уверенностью, что в странах СНГ, то есть в Российской Федерации есть, и у нас в Казахстане, то есть наши специалисты прошли обучение в Израиле на базе, то есть клиники, и они внедрили этот метод лечения. Также мы его планируем, уже внедряем при костных метастазах, когда у пациента вот беспокоит сильный болевой синдром, когда не помогают анальгетики, когда мы не можем удалить вот эту опухоль при помощи хирургического лечения, мы можем предложить аналоги, то есть для того, чтобы качество жизни у пациента не терялось, и он, так скажем, жил своей привычной жизнью. А нам уже начинают поступать вопросы от наших зрителей, и вот зрительница пишет, что была у вас в январе на дне открытых дверей, посвященном информированности о раке шейки матки, без лишних проволочек, получила консультацию врача и сдала анализ на онкоцитологию. Как часто в вашем центре проходят такие мероприятия, и какие услуги можно получить? Отличный вопрос. Хочу донести до нашего населения, что у нас часто проводятся дни открытых дверей. Если за 23 год смотреть, у нас проведено 14 дней открытых дверей, то есть это раз в месяц точно проводится. В субботу, то есть в январе у нас прошло тоже такое грандиозное событие, посвященное 3 февраля вот ко дню онкозаболеваний у нас прошел грандиозный день открытых дверей, где посетило нас более 300 посетителей, выявлены предраковые состояния, а также раковые состояния, то есть подозрения. Вышли все специалисты, которые у нас есть, узкие специалисты, на консультацию. В наших соцсетях, в газетах, в журналах, везде мы это заранее информируем население. Для дня открытых дверей в чем плюс? То есть не нужно никаких направлений, только достаточно удостоверения личности и при подозрении на какое-то заболевание, то есть мы на месте пытаемся все процедуры, которые делаются на приеме, осуществить. То есть если надо КТ провести, если надо МРТ, если надо биопсию и тому подобное. То есть это полноценный прием, только без записи. Получается, если говорить о научных каких-то изысканиях, мы знаем, что наука ведь не стоит на месте, и современные технологии очень облегчают работу врачей. Какие-то новейшие методики лечения онкозаболеваний, которые используются нашими врачами, насколько они, скажем, прижились уже в нашем регионе, и можно ли сказать, что где-нибудь в какой-нибудь престижной зарубежной клинике используют те же самые методы, что и у нас? Да, конечно, мы используем новые методы лечения, как я сказала уже, при всех локализациях рака. Сейчас наука не стоит на месте, она определяет именно из каких клеток состоит рак. Раньше, если это именно мы говорили про рак молочной железы, говорили, что это да, и фильтрирующая карцинома, по типу опухоли. Сейчас, на данный момент, мы определяем мутацию, то есть мутация генов есть ли. Мы определяем иммунотерапия нужна ли, то есть есть ли мутация именно в белках. И используем современные лекарственные средства, это таргентная терапия, иммунотерапия, молекулярно-генетические исследования на всех опухолях у нас используются. То есть это нам дает именно вот такой широкий метод лечения. То есть мы можем использовать базовые, то есть химиотерапии. Согласно протоколам, если нам одна та или иная схема не подходит, то есть мы можем прибегнуть вот к таким современным методам лечения лекарственной терапии. То есть именно хотела остановиться на таргентной терапии. Это такие лекарственные средства, например, если мы представим, что опухоль у нас как шар, и он имеет вот эти две антенны, именно таргент, он действует именно на эти проволоки. Вот именно он идет нацелено не на какие-то здоровые ткани, а именно на эту опухоль. То есть это дает колоссальные результаты, которые мы видим сейчас на данный момент. Ну а вот при применении вот этих вот новых методик, насколько сложно врачам, например, как-то использовать вот эти новые технологии? Как вот они обучаются, может быть, где-то на мастер-классах или могут держать связь, например, с коллегами из-за рубежа или еще какими-то способами? Наши врачи никогда не стоят на месте. То есть у них нет такого вот один протокол, поэтому и лечи. У нас проводятся, даже если не соврать, ежемесячно разные конференции, которые устраиваются, то есть с зарубежными нашими коллегами именно на месте. Если мы не можем выехать, оставить вот эту работу, то тогда мы через Zoom-конференции подключаемся. Вот именно химиотерапевты, еще вот все мы подключаемся про новые методы лечения, про новые лекарства, какие там аспекты нужно учесть, когда при назначении, то есть именно углубляются по методу лечения. А если сказать про зарубеж, то есть наши врачи постоянно повышают свою квалификацию. Об этом я могу с уверенностью сказать, так как на начало, то есть января наши врачи, онкомомологи, съездили в Ставрополь, они обменялись опытами, то есть прошли обучение по онкопластике. Сейчас наши женщины, то есть именно с раком молочной железы, кто состоит, может в курсе наши телезрители. Это не такая калечащая операция, да, сейчас можно все эстетично сделать так. И никто даже не будет знать, что эта женщина прошла такой тернистый путь, так скажем, да. Ну а вот когда вы, получается, врачи, да, обмениваются опытом, какие еще методы они, может быть, привезли, да, к нам сюда? Или, может быть, как раз-таки коллеги из-за рубежа, может быть, переняли наши какие-то уникальные методики? Ну, в основном, благодаря комплексному плану, а также поддержке нашего Акимата, наши врачи обучаются. То есть в нашем онкоцентре нет такого врача, который еще не ездил за рубеж, который не обучился. То есть все отделения, которые на данный момент у нас функционируют, это онкоурология, онкохирургия, таракальная служба, онкогинекология, мамология, лучевая химиотерапия. Все врачи, то есть они, диагностика еще, все врачи уже съездили на такие обучения, как хирургические методы лечения, то есть по своей специфике. Может, где-то в профузы МРТ, которые я вам говорила, лучевая терапия именно на головной мозг, это наши специалисты ездили. Также у нас лор-онколог ездил в Санкт-Петербург, то есть за хирургическими навыками. У нас еще один вопрос от зрителей. Если пациент не застрахован, но подозревает у себя онкозаболевание, как ему можно получить консультацию онколога? К сожалению, да, бывают такие случаи, когда мы, пациенты, не застрахованы, то есть пока у них есть даже такой трудный жизненный момент, что медицинская страховка еще на момент осмотра еще не актуальна. Мы можем оказать помощь. У нас в поликлинике есть служба поддержки пациентов, где здесь и сейчас мы решим вашу проблему. То есть вы обращаетесь в этот кабинет по возможности. Мы вам помогаем на тот момент сделать вам медицинскую страховку и потом получить всю помощь, которую мы можем оказать на бесплатной основе, так скажем, по ГОБМП либо по СМС. А если бывают пациенты, которые у нас зарубежные, то есть граждане Российской Федерации, они все могут получить у нас, то есть на платной основе, согласно тарификатору, ту или иную помощь, которую надо. Конституция узких специалистов, оперативное лечение, если понадобится, то есть всю помощь. Ну, если говорить об онкозаболеваниях, мы понимаем, что это всегда звучит как приговор, это страшно, и люди мечтают избавиться от этого заболевания. И у многих, конечно же, возникает вопрос, можно ли избежать каким-то образом. И есть ли вообще какой-то шанс, чтобы быть уверенным, что можно ввести, допустим, здоровый образ жизни и так далее. И тогда не будет этого онкозаболевания. Но или же на сегодняшний момент эффективными могут быть только своевременные скрининги, чтобы если все-таки это и произошло, то на самой ранней стадии, чтобы выявить. Да, это тоже актуальный вопрос на данный момент, потому что каждый родственник, так скажем, кто встречается, у кого есть в семье, кто прошел этот путь с больным онкопациентом, у него задается такой вопрос. Профилактики и управление факторами риска мы можем поделить на несколько уровней. То есть это самое первичное, как вы сказали, это здоровый образ жизни. Это избежание вот именно канцерогенов, здоровое питание, нормальный сон, то есть избежение стрессовых ситуаций, исключение алкоголя, курения именно, которые могут вызывать те или иные раки. Они уже доказаны. То есть также в это я хочу еще включить первичная профилактика. У нас на данный момент уже доказано, что рак шейки матки, он именно вот возбудителем него является вирус папилломы человека, вот 16-18 по тип. Научно доказано, что если молодые наши девочки до 11 лет, с 11 лет, если они до полового развития, они прививаются от этого, то есть от вируса папилломы человека, то тогда есть, то есть у нас метод вот избежать рака шейки матки, который тоже, в свою очередь, является агрессивным. Второй момент – это скрининговые программы, которые нам дают, то есть выявление предраковых состояний. Предраковых состояний, которые могут вследствие канцерогенов также перейти в раковые состояния. То есть на данный момент в Республике Казахстан осуществляется три крупных скрининга. То есть это первый по скринингу рака шейки матки, второй – это по скринингу, по раннему выявлению рака молочной железы, и третий – это колоректальный рак. То есть мы, население, призываем, чтобы они не игнорировали эти скрининги, потому что даже если мы более подробно остановимся при колоректальном скрининге, мы можем определить полипы, которые, в свою очередь, являются предраковым состоянием. Если на данный момент сейчас его здесь и сейчас убрать, то можно избежать рака толстой кишки, например. Если мы говорим о внутрипортоковой папиломе, например, который в молочной железе находится, вовремя удалить и забыть об этом, так скажем. Если это скрининг шейки матки, то тогда это всяческие эрозии, тяжелые дисплазии. Если здесь и сейчас тоже все это удалить, правильно подлечить, то тогда можно избежать такого вот приговора. Ну, сейчас, на данный момент, онкология не является приговором. Если она выявлена на нулевой первой стадии, то есть выздоровление идет 95-процентное. То есть любые онкозаболевания мы судим по пятилетней выживаемости. Если смотреть в разрезе, то тогда пятилетняя выживаемость, чем раньше стадия, тем больше, то есть пятилетняя выживаемость. Об этом говорит нам наука, статистика. Мы можем с уверенностью сказать, что да, рак на первой стадии, он лечится отлично. Это переходит в такое хроническое заболевание, о котором мы не забываем, где мы проходим обследование, диспансерное наблюдение, но он уходит в такую ремиссию, и человек живет уже здорово. А вот когда мы говорим о диагностике, да, вот все-таки что самое сложное вообще в процессе диагностики, да, то есть есть ли какой-то вариант, когда, ну вот, диагностика не выявила, да, хотя там вот уже, например, начинается заболевание? К сожалению, да, не всегда наша помощь может быть, то есть мы стараемся оказывать помощь, но если пациент уже пришел с такой стадии, то есть с уже запущенной стадией, так скажем, уже поздно к нам обратился, мы не всегда можем оказать специализированную помощь, но мы оказываем палеотивную помощь, чтобы пациент, то есть его жизнь, облегчить его состояние, так скажем. Диагностика у нас проводится, то есть ультразвуковое исследование, у нас проводится рентген-диагностика, компьютерная томография, МРТ-диагностика, всех локализаций, то есть еще один вид диагностики у нас имеется, ПЭТ-КТ-исследование, то есть позистронно-эмиссионная компьютерная томография, которая на данный момент у нас планируется, запуск его, то есть мы уже, проект готовится, но если есть подозрения на онкологическое заболевание, при некоторых случаях мы можем посылать, то есть по квоте в другие области нашего Казахстана, чтобы более точно определить, то есть если где-то есть скрытое течение, то есть оно нам более так облегчает нашу работу, так скажем, в плане вот такие исследования. Любые раковые заболевания, чтобы наши телезрители понимали, это не только чтобы вам сказали, вот на УЗИ у вас подозрение на рак, нет, надо именно определить, вот именно ткань, опухоль, из каких клеток она состоит, из молекулярно-генетического исследования, вот именно мутации есть, вот это все определяется при именно гистологическом исследовании. Также для этой диагностики у нас проводятся трепамбиоптаты, то есть если мы говорим об опухолях, например, легких, под контролем компьютерной томографии, при труднодоступных местах у нас берется вот такие столбики ткани, отправляются на исследование, делается предоперационная подготовка, может лучевая, может химиотерапия, также у нас делается трепамбиопсия печени, у нас проводится трепамбиопсия опухоли мягких тканей, то есть молочной железы, различных локализаций, то есть это нам помогает установить верный диагноз. А можно ли все-таки как-то определить причины, при которых может появиться рак, или эти исследования еще в процессе, скажем, и ученые еще не пришли к никакому выводу? Если бы прям такая причина была бы, мы бы тогда бы нашли бы именно лечение от этой причины, я считаю. На данный момент, конечно, рак он многогранен, он может меняться, то есть мы даже... Есть определенные исследования, при котором были выявлены, что да, рак появляется от канцерогенов, от экологического состояния, от стрессового заболевания, от мутации, которые уже заложены при рождении, например, где-то клетка ДНК не там, то есть мутация произошла, на фоне канцерогенов она дальше развивается и порождается вот такие злокачественные опухоли, к сожалению. Как таковой одной причины рака нет, он многогранен. И для того, чтобы вылечить, дать надежду, чтобы дальше она не развивалась, не приносила свои осложнения, для этой цели мы стараемся и... то есть развиваемся вместе с наукой. А вот когда мы говорим о скринингах, самый страшный, наверное, рак, это тот, который появляется у детей маленьких. Как часто вообще, например, дети должны проходить скрининги или там какой-то возрастной есть барьер, да, что ли? Для всех, для всего населения есть такой некий чекап, то есть каждый житель, каждая мама должна проверять своего ребенка. Если мы говорим о детях, это чаще всего именно гемобластозы, это рак крови, так скажем, если попросту. Так что не надо избегать вот этих вот медосмотров, которые уже предусмотрены и которые уже заложены на определение каких-то изменений. Если вы видите, что у вашего ребенка какая-то есть симптоматика носового кровотечения, может есть вот именно повышение температуры тела, непонятно откуда-то, не надо лечить его дома, а надо именно прибегнуть к консультации узкого специалиста. И мой совет, как вот мамы, я все-таки для своих детей даже определила, что надо определять вот критерии крови. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, все равно можно два раза в год даже. Вот так вот. Ну, здесь еще как бы, наверное, есть и психологический аспект, да, потому что, ну, мало кто будет думать, что вот с ним может такое случиться, да, мы обычно говорим, что, да, с нами там никогда такого не случится. Но и как бы, ну, везти ребенка, да, на осмотр, на подозрение онкологии, ну, то есть это сложно даже представить, да, себе, и поэтому как бы человек, наверное, ну, вот отгораживается, да, от этой проблемы, и когда уже поздно, да, вспохватывается, вот. И здесь как бы момент такой, важно доверять врачам, да, вот как строятся отношения, да, пациента и врача, и все-таки какую ответственность сам пациент несет. Да, конечно, может, в соцсети где-то вы читали, что вот врачи виноваты, они не вовремя не диагностировали. Я хочу сказать, что врачи, то есть хотят максимально помочь каждому пациенту, кто к нему обращается, то есть мы для этого устраиваем день открытых дверей, мы говорим об этой информации, то есть о ранней диагностике, в средствах массовой информации, то есть мы говорим об этом в соцсетях, максимально пытаемся донести информацию, что каждый человек должен прислушиваться к своему телу. Если у вас какие-то есть изменения, о которых вы боитесь сказать, что вы услышали у кого-то из родственников, может, из знакомых, что вот сейчас ты начнешь лечение, тебе станет еще хуже, то есть это не так. Я хочу донести до нашего населения, что чем раньше это все выявлено, тем максимально мы можем вам помочь. Даже если смотреть, есть некоторые пациенты, которые приходят с запущенной формы, с четвертой стадии, но на фоне лечения, на фоне химиотерапии, лучевой терапии, им становится лучше, то есть у них сохраняются эти изменения, но качество жизни их меняется в лучшую сторону. То есть для этой цели у нас в Центре онкологии и хирургии развернуты множественные методы лечения. Также у нас планируется реабилитация. Это основной метод консервативной терапии, которым мы можем помочь пациентам, потому что мы знаем, что любое лечение от онкологии, она калечащая, она может приводить к таким осложнениям. И в Центре реабилитации, который у нас планируется развернуть, открыть, мы будем помогать, то есть избежать вот этих всех осложнений, которые в силах наших помочь пациентам. А какими обычными методами реабилитация проводится? Сейчас на данный момент у нас есть это отделение, то есть мы планируем только расширение этого отделения. На данный момент наша реабилитация, она непрерывно работает с пациентами, которые перенесли оперативное лечение в любом объеме, то есть это потом, после этого у нас имеется реабилитация для пациентов, у которых есть лимфостаз, то есть которые не могут... Лимфостаз это состояние верхней конечности, при которых, то есть после калечащей операции, например, после мастектомии, после удаления лимфатических узлов, например, когда имеется отек именно руки, вот этим пациентам мы можем предложить то есть реабилитационное лечение для уменьшения отека, то есть лечебная физкультура входит туда, туда входит массаж, туда входит именно пневмокомпрессия, то есть она помогает вот именно женщинам нашим привести свою руку в полноценный вид, то есть в здоровое состояние. А если все-таки вернуться к причинам и к возможным каким-то моментам, из-за которых возникает онкология, все-таки ученые говорят о том, что один из самых больших, скажем, факторов влияния на самочувствие, это все-таки экологическая ситуация, мы прекрасно знаем, что наш регион экологически проблемный, и насколько здесь высока вообще статистика по заболевшим, онкозаболеваниям. На данный момент, да, конечно, Восточно-Казахстанская область на протяжении многих лет занимает лидирующие места с онкобольными, кто состоит на учете. Ежегодно в Восточно-Казахстанской области более 2500 новых случаев определяется, онкобольных у нас на учете состоят, а на сегодняшний день у нас более 14 тысяч пациентов состоят на учете, то есть у нас в Восточно-Казахстанской области. Если мы говорим о росте заболевания, то есть о росте новых случаев, мы должны учитывать тот факт, что сейчас на данный момент вот развернутые скрининговые программы нам дают именно определять на начальных уровнях, то есть это ранняя диагностика. Если повышается ранняя диагностика, повышается и количество заболеваний. От этого идет, и у нас много пациентов состоят на учете. А если именно остановиться по экологии, то да, несомненно, мы живем в таком регионе, где у нас вот самое большее рак легкого, например, рак кожи. Мы можем сказать, что статистика говорит, что у нас состоят именно с этими заболеваниями, то есть много пациентов. И вот чаще всего, как вы говорите, вот это рак легких, возможно ли это из-за того, что как раз таки связано с экологической, например, обстановкой, и злоупотреблением, например, курением и так далее? Да, рак легкого – это такое заболевание коварное, которое проходит бессимптомно, которое мы можем, мы определяем на, так скажем, на зачажной фоне, когда имеется вот сопутствующее заболевание. К сожалению, работники вот именно вредных производствах, так скажем, именно из-за экологии. И плюс еще самая частая, то есть причина, это, конечно же, курение. Из-за этого, то есть у нас рак легкого на втором месте состоит из диагностируемых. На первом же месте у нас рак молочной железы. Про рак молочной железы я вам сказала, что развернута такая скрининговая компания на этом фоне, то есть ежегодно, вот в прошлом году мы диагностировали более, то есть 100 пациентов с раком молочной железы, которые даже не подозревали, что у них что-то есть, то есть какое-то заболевание, то есть на ранней стадии. На третьем, это колоректальный рак у нас состоит, он тоже высока, то есть статистика, почему мы выявляем, тоже благодаря то есть скринингам. А вот когда поступает пациент, насколько сложно принять решение, чтобы составить вот этот протокол лечения, которое будет оптимально именно. Как я ранее говорила, то есть каждый случай у нас определяется индивидуально. если к нам приходит пациент с подозрением, у нас реализуется зеленый коридор, то есть по зеленому коридору в течение двух недель мы стараемся пациенту оказать всяческую, то есть помощь, диагностировать его заболевание, поставить его на учет и отправить уже на спецлечение. Это у нас как зеленый коридор организован. также у нас то есть в поликлинике есть мультидисциплинарная группа в составе то есть заведующего химиотерапии, заведующей лучевой диагностики, радиологии, хирургических отделений, профильный специалист. Каждый пациент индивидуально обсуждается на этой комиссии с целью определения дальнейшей тактики лечения, чтобы правильный был протокол, чтобы правильные были лекарственные средства, что правильная лучевая, то есть всяческие методы лечения, современные методы лечения при онкозаболеваниях и согласно протоколам он обсуждается вот индивидуально. А вот что касается например лекарственных средств, это же тоже они как-то вспомогательные, да, то есть реально выпить таблетку невозможно, да, чтобы избавиться от заболеваний. Да, конечно, у нас отделение химиотерапии, а также лучевой терапии совместно работают, когда пациентам показана вот именно вот химия лучевая, может быть иногда при некоторых локализациях сначала лучевая терапия, потом химиотерапия, вот тогда наши врачи вместе работают в команде. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, поэтому мы прощаемся с нашими телезрителями, спасибо вам большое за такой полезный эфир, спасибо, что были с нами, до новых встреч в эфире. до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...